В моей семье есть герои, память о которых мы бережно храним в своем сердце. И каждый год с особым трепетом и гордостью принимаем участие в параде «Бессмертный полк» с фотографиями моего прадеда Бахтигораева Амирьяна Бахтигоравича и деда Газиддинова Мухаммедбаяна Мухаммеддиновича. Оба участники Великой Отечественной войны, оба внесли свой вклад в нашу общую победу. Моего прадеда Бахтигораева Амирьяна война застала в 33 года в городе Великие Луки. Это Псковская область России. Великолугская битва сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Как известно, немцы напали на город уже на 11-й день войны. Город сразу был захвачен, оккупирован. Множество сложных военных операций проводилось за три года осады. Ситуация была настолько сложной и тяжелой, что Великолугскую битву нередко называли Сталинградской битвой в миниатюре. Так вот, в самой гуще событий, в самом центре сражения находился мой прадед Бахтигораев Амирьян. Он служил в пехоте, был тяжело ранен в ногу в бою и даже какое-то время находился в немецком плену. После освобождения, после успешной восстановительной операции на ногу, дед был комиссован. Но, а уже в 1943 году, в ходе успешной наступательной операции, город Великий Лук и был освобожден. После войны мой прадед прожил еще долгую счастливую жизнь, целых 36 лет. Работал в лесном промышленном хозяйстве и умер в 1981 году за 6 лет до моего рождения. Несмотря на то, что я не застал своего прадеда, память о нем жива. Каждый год с его фотографией я шествую в бессмертном полку по улицам Белгорода. Еще один герой нашей семьи, мой дедушка Газиддинов Мухаммед Баян Мухаммеддинович. Вот уж его оптимизм, его боевой волевой характер, его шутки я помню с самого детства. Бабай Баян, именно так сокращенно по-татарски звучит дедушка Баян, так мы его называли в семье, очень много рассказывал мне о том, как он воевал с японцами, о том, как он был контужен, о том, какие чувства испытывал, когда узнал о победе и о том, как через всю Россию в вагонах-теплушках он проследовал от Дальнего Востока до Берлина, чтобы восстанавливать разрушенный после войны город. Вообще, дедушка попал на войну в 17 лет. Юноше он сразу был направлен на Первый Дальневосточный фронт, в 238-ю тяжелую гаубичную артиллерийскую бригаду. Представить только, совсем молодой человек управлялся со 152-мм пушкой гаубицы, он много рассказывал, как она тяжела в управлении, как буквально нагреваясь краснела пушка от частых залпов. Много историй я услышал от своего дедушки. В детстве с сестрой мы нередко любовались многочисленными медалями деда, которые он хранил бережно в сундуке. Самой значимой из них была медаль за победу над Японией от 3 сентября 1945 года. После войны мой дедушка Газиддинов Мухаммед Баян работал в горячем цеху известного Сталилитейного ижевского завода. Впоследствии стал ветераном труда завода Ишсталь. Всего полгода не хватило ему дожить до празднования 75-летия Великой Победы. Ему было 92. Мы гордимся всеми героями нашей страны и особенно героями нашей семьи. Поэтому для нас День Победы – это самый главный в году и по-настоящему семейный праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok